всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня наконец-то решился снять видео по поводу отзыва пользования redmi note 5 pro вот погоду на части и солнечные а тут как бы в комнате у меня сейчас света очень много пришлось ставить свой фонарик и чтобы в общем нормально хотя бы мой фейс было видно вот если честно я не ожидал что redmi note 5 настолько хорош будет не то чтобы я вас совсем облизываю есть конечно косяки небольшие но они программные вот у меня версия к примеру золотого цвета на 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти вот в чем же заключаются минусы на данный момент проблемы дастин я как-то взял жены у моей жены redmi 2s есть и там снег браган 625 ну там тоже гигабайта оперативки я блин обалдел на насколько же он быстрее работает чем мой у меня до этого был xiaomi mi max 2 я пользовался под него продал купил этот тот тоже быстрее работал но тут был на android 7 поначалу конечно там тоже были какие там косяки знаете ли вот но потом с обновлениями их по фиксии вот сейчас я ко мне пришел вот этот я уже довольно длительное время им пользуюсь а вот здесь android 81 оболочка милает 95 чем же заключается именно лаги тут так это к примеру в приложении камеры когда делаешь фото и заходишь в галерею через камеру телефон так значительно задумывается очень так знаете неприятно ну и так по каким-то мелочам тоже знаете поддумывает телефон еще меня удивило то что тут оперативки здесь 3 гигабайта но ужин это же 3 гигабайта там же 125 здесь 636 снайм драган так вот там 16 гигабайта свободной памяти а у меня один гигабайт или 11 то есть ну вообще гораздо меньше чем на 625 снайпе и я так предполагаю что это все программная проблема вот я надеюсь конечно что смелой 10 это все дело пофиксит или хотя бы с новым обновлением 9 который если оно будет тоже это все пофиксит уже одно обновление прилетело и телефон стал немножко стабильнее работать и не будет но проблема с галереей все равно осталось что касается фото честно сказать вот я пользовался ми максом и сейчас пользуюсь этим и особая разница в фото в принципе она немножко есть но незначительная единственное что у меня ми макс не умел снимать в боке но зато он умел снимать в 4к и там 4к реально блин качество видео очень хорошее было знаете ли вот очень хорошее здесь full hd когда снимаешь она какое-то такое мыльное не очень хорошее качество она меня не совуста вот но по сравнению с ми максом здесь плюс кстати что микрофон разговорный записывает гораздо лучше чем на нами максимум отцы слышно были какие-то булькащие звуки правого вот этого вот типа шумодав работа в нового блин насколько корявый этот шумодав просто лучше по него не делали и был не макс реально классный телефон и поначалу было как-то непривычно пользоваться этими не из-за размера а из-за того что в мимо все 5300 миллиампер батарея там 625 снэп это энергоэффективный процессор и он у меня жил 3-4 дня то есть я мог ходить с ним и тот же где-то раз или в два раз два дня я заряжаю это это первое что ощутилась так знаете автономность очень сильно по поводу связи ну в принципе здесь проблеме вообще никаких не ощутил то есть связь держит нормально с вайфая работает нормально единственное что немножко тише здесь разговорный динамик нами максимум у меня прям орал так что вообще прям можно было лохнуть то здесь как-то потише будет это конечно хотелось бы погромче вот потому что на улице наверно просто собеседника не слышно если где-то очень сильно громкие звуки приходится переспрашивать то не очень удобно ну а так в целом принципе ну среднее звучание такое принципе нормально полифонический динамик кстати довольно громкий то есть по сравнению с мимаксом ну неплохо неплохо вполне себе знаете слышно вот явно звонок не пропустите если будете где-то находиться другой комнате у нас будет в кармане или в сумке и начнет орать вот то вы конечно же его обязательно услышите что касается прочности стекла период все там рассказывали что передник очень сильно царапается вот не все по моему пару блогеров точным об этом высказывать здесь честно я как-то не заметил что он поцарапался потому что я например нашу вот как видите здесь вот без пленки у меня нет пленки я вообще телефон и без пленки нашу почему так потому что пленка она портит всю красоту картинки поэтому я ношу без пленки и царапин у меня таких явных нету микро царапинки прям такие знаете даже тоньше чем волосок которые чтобы увидеть надо вот присматриваться то есть они есть они всегда будут везде то есть если вы пользуетесь аппаратом без пленки то есть это неизбежно но их так не видно то есть нормально все у меня нами макси тоже я носил как бы такие самые такие масенькие-масенькие царапинки были его нормально продал то есть человек забрал отлично в отличном состоянии экран тем более что где-то год телефона пользовался то есть вообще нормально вот и и меня тоже в принципе это не раздражает то есть понятно делать какие-то трещины скола то есть такие царапины как гнези кошка уже поход слоту но это уже да это уже конечно проблема ну вот эти все микро царапинки они вообще я на них внимание не обращаю и для меня собственно это вообще не проблема вот по поводу фото конечно я сказал что он немножко лучше чем мой мимакс это ощущается но иногда конечно блин цвета перенасыщенные получаются не макси я выставлял там на среднее значение и получалось такое что-то естественное хорошая принципе потом можно было подкрутить плюс или минус то есть как за как вам захочется здесь же я тоже подкрутил на этих самых на средних значениях у меня все стоит и блин иногда фотки такие яркие прям ядовитые получается приходится вручную уменьшать яркость это конечно же не очень удобно вот так же настройках пришлось выставить и яркость подубавить ну эти самые цветности все такое вот конечно же плохо что не снимает 4к это блин фигня я как-то смотрел я ожидал что ко мне придет вот это вот устройство и она не будет снимать 4к вот но я не думал что для меня станет это проблемой вот потому что я думал что ну full hd здесь должен писать хорошо но нет full hd пишет но качество знаете ли мыльная такое но она не очень потому что взять тот же мой мимакс у меня в full hd там тоже телефон когда снимал не не в 4к а full hd то качество явно отличается картинка там гораздо четче чем здесь вот как я уже сказал по поводу фото в принципе нареканий никаких нету бакет делает хорошее мне лично баке понравилось то есть да для того чтобы вышло хорошее баке нужно очень много освещения потому что при слабом освещении телефон ошибается плохо обрезает или не дорезает допустим где-то вот такие знаете видно что когда приближает картинка что он не не да и тот самый не доразмут а вот или переразмутом тоже такой цепляет бывает но это все зависит от освещения обязательно должно быть хорошая хороший свет должен быть длинное либо искусственное но света должно быть много без разницы если света мало то баке будет плохое но блин фоточки с баке получаются такие знаешь реально крутые я блин вообще такие фото делаешь и на в зале тоже фотографируемся там этот самый ту блин прям такое ощущение как будто на зеркалку снял вообще ну классные фотографии получают мне лично понравилось вот именно с баке вот жалко на мимаксе баке не было если бы там такая же камера была и я думаю и если бы не было проблем со звуком я бы наверное его не продавала оставил потому что телефон реально монстр среди всех аппаратов на рынке по части автономности вот реально живет очень долго просто живучий телефон я его так редко заряжал блин это реально к этому привыкаешь и это блин круто вот и я могу так вот утром с мимаксом выйти там у меня 5 или 7 процентов батареи я вообще даже не думал не думал по зарядке взял пошел прихожу днем у меня там еще блин заряда полно блин пришел поставил на зарядку все не паришься вообще по поводу заряда у меня за все время использования за год сколько я ходил с телефоном ну наверное раза два было такое что он у меня выключался ну полностью села батарея и все приходилось потому что на зарядку стоит вот пару раз было реально все я вообще зарядки не думал доме макса у меня был asus zenfone 2 тот блин собака его по два раза на день даже заряжал и это было жутко неудобно блин постоянно зарядки ходишь именно поэтому мой выбор полный макс 2 потому что там адски огромная батарея и она как ядерный реактор держит очень долго и еще одно преимущество этого телефона он конечно же меньше чем мимо зонами макс и конечно гораздо удобнее работать вот и там android 7 стоит он допиленный во всех отношениях то есть там куда не глянь куда не зайди везде сюда пилина все нормально адекватно работает взять тоже допустим словарь здесь в словарь набор свои слова ввести пока нельзя знаете почему может быть у меня только одного такая проблема еще у то есть но слова то написать можно а кнопки окей чтобы их принять нету это как так android 8 1 милая 9 и 5 там с копейками что-то там вот такая вот фигня блин ребята это конечно хрень раздражает и мне нами макси допустим такая ерундовина мелочь но она мне нужна была я постоянно забивал какие-то себе слова чтобы на определенные буквы у меня я нажал раз у меня все там появилось слово я забил здесь этого я сделать не могу потому что вот просто нет кнопки чтобы принять их в словарь вот так вот я надеюсь в будущем это пофиксит хотя до сих пор не пофиксили уже сколько есть глобальная версия сколько она работает уже несколько обновлений приходило и до сих пор это не сделали это блин это плохо вот фронтальная камера у этого аппарата хорошая принципе неплохо она может быть чуть-чуть хуже знаете ли чем нами макс вот нами вас как-то он лучше почетче снимал вот реально четче фотографии были здесь он блин сильный перри шарп идет агрессивное размытие вообще просто прям такой блин все гладкое такое становится ну когда реально нужна резкость он этого не делает он замыливает все вот агрессия такая замыливание просто ужас на макси такого не было но в целом принципе если все это дело отключить дела обстоят немножко лучше но все равно фронтальная камера нами макс почему-то лучше вот что по поводу процессора сам же процессор здесь 636 но он явно чувствуется что процессор способен на много вот игрушки все тяжелые идут без лага все замечательно нами макси с этим было конечно проблем там что 25 625 снэкдрэген а он почти в два раза слабее чем этот процессор вот но блин фигня вот скорее бы сяоми пофиксил вот эту вот тему с оперативной памятью потому что как это так у меня нужны на редми 2s при 3 гигабайтах оперативки 1 и 6 гигабайт и свободной памяти а здесь всего 1 гигабайт но это не дела то есть хотя бы половина должна быть потому что у меня нами макси допустим тоже половины оперативной памяти всегда была свободна 2 было занято и ну там 22 и 2 гигабайта было свободно здесь тоже хотелось бы хотя бы 1 и 5 гигабайта чтобы было свободно потому что работать не очень удобно вот максимум я могу запустить три приложения и они не будут перезагружаться но опять же все зависит от того насколько они забили собой кэш есть одно приложение это допустим браузер там открыто много вкладок и кэш забивается так серьезно то остальные приложения начинает перезагружаться собственно из самого браузера когда выходишь он тоже потом перезагружается и это блин неудобно хорошо что есть автосохранение то есть текст сохраняется там все нормально но это же блин время понимаете пока из одного приложения зайдешь потом в другое но пока загрузится и короче это блин 10 секунд там 20 секунд там и вот так вот она в общем время и затягивается это блин неприятно потому что при наличии такого количества оперативной памяти хотелось бы более стабильной работы также хотелось бы более стабильной работы прошивки вот тоже когда я перехожу посмотреть картинки из фотокамеры в галерею тормоза просто неприятнейшие это блин капец знаешь что процессор как бы железо нормально и происходит вот такие вот тапики это плохо вот по поводу сканер отпечатка пальцев срабатывает быстро еще ни разу не ошибался вот сколько у меня есть вот сколько я пользуюсь им вот ни разу сканер не ошибался это блин классно как на мимаксе на мимаксе у меня тоже вообще претензий к сканеру отпечатка пальцев вообще никаких не было все отлично работало вот мне когда первый раз попробовал сяоми мимакс 2 отпечаток пальца блин я полюбила на всю свою оставшуюся жизнь блин и здесь тоже он хороший и это блин круто вспышка на этом аппарате принципе неплохая вечером тоже получается фоточки очень классно но какие сказал баке ночное время суток ну как-то не очень не камерфо плохо размывает потому что мало свет если хотите чтобы было лучше размытия ну тогда ближе фотографироваться надо со вспышечкой либо просто отключать этот режим что еще хотелось бы сказать что еще хотелось бы сказать да собственно все в принципе как-то а по поводу экрана экран кстати здесь обалденный он гораздо лучше чем в моем мимаксе был вот инверсии вообще нет если сравнивать не максимум он у меня там уходил в определенных углах в негатив то здесь блин с какой стороны не посмотри все отлично и это знаете иногда даже напрягает потому что бывает в маршрутке такое хочешь посмотреть а тут наблюдаешь сбоку так всякие вражеские физиономии глаза там подглядывают в телефон читают информацию так далее так не прикольно то есть видишь как бы нормально и под всеми углами вы откуда не посмотри все тоже видят нормально то что у тебя там на экране творится но экран блин классно реально и вот на него хочется смотреть на него хочется поставить картиночку я себе вот такую поставил тяна он видите с ромбиками такими треугольнички там вот все такое этот самый у нас material design в общем классно смотрится обалденно мне нравится я уже эти обои давно не менял а вот и вообще в целом экран крутой и блин управление жестами почему я раньше ими не пользовался ну почему я раньше жестами не пользовался это же такая удобная тема просто капец во первых полностью весь экран в твоем распоряжении вот нет никаких вот этих вот кнопок которые напрягают то есть отбирают пространство реально они раздражают немножко на блин но это блин классно управление жестами это круто прогресс спасибо тебе огромный это блин реально классная тема я просто не представляю почему я раньше это не пользовался то хочу очень вам по рекомендовать ребята голосовой набор это блин тоже вот такая вот штука какое упущение блин просто вот недооценение ужаснейшая с моей ужаснейшая ошибка с моей стороны я когда попробовал гасла голосовой да он не идеален конечно приходится иногда как бы поправлять и нужно четко выговаривать слова и чтобы посторонних шумов не было но блин как это круто иногда просто лень писать и такой включил до свой набор и мало он там все напечатал блин сидишь у такой этот самый там нормально отправил всю красавчик вообще люди такие сидят у печатал там а я просто сидел трендел голосовой набор в принципе и приятное с полезным совместил вот но это блин крутая тема голосовой набора и так это круто одобряемся одобряемся обязательно улучшайте программист работайте в этой теме это блин просто классная тема вот еще бы он конечно запятые ставил и точки там где надо то это было вообще круто кстати яндекс клавиатура там голосовой набор от яндекса он это умеет делать иногда конечно не в тему но блин это лучше чем ничего мать его так запятую ставит точки ставят тире все выставляет нормально блин классно я попользовался вообще по крайней мере такая знаете видимость создается ручного набора да могут от тебя подумать что ты бы это хоть ты малость неграмотный там не там точку поставить еще что но но это как я сказал лучше чем ничего правильно потому что когда без точек вообще как бы говоришь напрямую гугли не понимает когда надо стать ему надо говорить то есть говорит там сказал там предложение запятая он запятую просто . он точку поставил там знак вопроса то есть озвучиваешь ему что надо поставить в яндексе такого нет иногда у я когда яндекс поставил у меня иногда проблемы были с этим потому что как бы я прыг в угле говорить знак вопроса я говорю знак вопроса он ставит знак вопроса а здесь он не просто пишет знак вопроса или там еще Это как-то было неудобно Пока переехал, блин, мозгами С одного голосового набора на другой Это было сложно В общем, каков вердикт Xiaomi Redmi Note 5 Pro Блин, вердикт Это обязательно берите Pro версию И побольше оперативной памяти Это я, блин, промахнулся Взял 3.32, но лучше бы я взял 4.64 Реально было бы лучше На 1 гигабайт оперативной памяти Но, блин, это было бы лучше Вот Определенно стоит брать этот телефон Потому что ни Samsung, ни HTC Подавно Apple Ни одна компания Они ничего лучше предложить За эту стоимость не могут Тем более, что Xiaomi Redmi Note 5 Сейчас стоит вообще бросовых денег 160 долларов Золотая версия 3.32 160 баксов Блин, это вообще какой-то Голубенький там можно взять За 165 Голубенький Он реально классный Мне понравился Я что-то тогда денег зажал Ну, он просто дороже стоил Ну, думаю, возьму этот Как бы, в принципе, золотой Здесь такой, ну, хороший Красивый цвет Все, но Как бы Денег зажал А черный что-то Стоит еще дороже И как бы у меня Xiaomi Max Черный уже был И мне надоело Просто черный Знаете, он все такой Мрачный Черный Хочется что-то Беленькое Светленькое Чтобы радоваться Жизни Такую Душа пела Тем более У меня, когда я еще Айфона Дрочером был У меня вот Я пользовался Айфонами До 4S И все почти Айфоны у меня Были белого цвета Кроме Айфона 3G И 3GS Они у меня были Черные Все остальные У меня были Белого цвета И блин Как они классно Выглядели Вот Белый цвет Ряд спереди Беленький Сзади Беленький Блин Вообще Просто Офигеть Прям Ну оно реально По-другому смотрится Это знаете Как черный смартфон Это как Выйти в носках Черного цвета И в сандалиях Ну или в лаптях Вот Если ты оденешь Какие-нибудь красненькие Модные Такие Гламурненькие Носочки И лапти Лапти Или те же сандалии Допустим Смотреться уже Будешь по-другому совсем То же самое с белыми носками То есть Если ты их туда оденешь То уже Совсем другой вид будет Ну то же самое С телефонами Черный цвет Блин как-то Ну выглядит Так себе Так себе Вот Белый цвет Уже получше Вот Конечно же Можно было бы Сделать задничек Глянцевый Такой знаете Как мне лично Вот iPhone 5C Нравился тем Что у них Такие классные Блин какие-то Банные Я не знаю На плитку Конечно было похоже Такую глянцевую Но цвета Блин такие Прикольные Были У него все Такое Скругленное Все Красивое Прям Вообще Такое Блин Штильненькое Штильненькое Вот Ну и этот тоже Классный телефон Все Единственное Что здесь Плохо Это то что Нет NFC зарядки Вот если бы была NFC зарядка То это было бы круто Потому что Сейчас вышел Asus Zenfone Там какой-то Max Pro M1 Телефон Стоит тех же денег Почти Но там Есть NFC Это уже плюс И советую Кстати Присмотреться И к нему И выбирать Уже между ним И Asus Там в Asus Большой плюс Это NFC И батарея Больше на 1000 мА Это Блин Круто Это круто Вот Просто тогда Когда я покупал Этот телефон Asus Еще у нас Официально Как бы не было Сейчас они уже Начинают появляться Вот И блин Как бы Если бы Он появился Раньше Чем Redmi Note 5 И Pro То я бы взял Наверное Asus Потому что Asus У меня уже были Да Я знаком С обжорством Батареи Asus Zenfone 2 Не понаслышке Сам пользовался Этим аппаратом Длительное время Но блин Как он работал Классно Он вообще С ним проблем Блин Практически никаких не было Единственное Что меня там Напрягало Это то Что у меня там Начал барахлить Динамик Разговорный И слабо держал Связь В остальном Просто Там Intel Процессор Был Четырехъядерный Который работал Изюмительно Просто Но батарея Блин Жрал Просто капец Но это Mi Max 2 Они все В принципе Жрали батарею Так нехило А вот И Mi Max Pro Вот этот вот Который на 5000 Батарея Там конечно же Обстоят дела С этим Гораздо лучше Он гораздо Экономнее С обжорством Как-то Полегче Вот Поэтому Присмотритесь К этому телефону И к тому тоже Выбирайте уже между Дальше уже Там дело Вкусовщины Че кому нравится В принципе Хотя там Выбор конечно Для многих Он будет очевиден Потому что там NFC NFC сейчас Это полезная штука И я жалею Что у меня NFC нету Потому что иногда Реально хочется Оплатить А нечего У меня NFC нету А было бы круто Реально Нужен только смартфон Не надо с собой Таскать кучу карточек И так далее Все это В общем Вот так вот У нас сегодня Видео было Подписываемся на канал Если не подписаны Пожалуйста Нажимаем на колокольчик Ставим лайк И комментируем видео Всем спасибо До скорых встреч Ребята Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин